Ленинский районный суд рассматривает ходатайство следствия. Оно настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу владельцу некоммерческого пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову. Напомним, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Петер обман и злоупотребление доверия им похитило имущество, принадлежащее фонду ПАИ, по его инвестиционному фонду недвижимости «Родные просторы» в составе пенсионных резервов ОНПФ «Стратегия», которые были переданы ООО «Ротор» и ООО «Кадровые услуги» в счет погашения фиктивных задолженностей ООО «НПФ «Стратегия». Фонду причинен ущерб порядка 2 миллиардов рублей. 3 апреля Пьянков был задержан в качестве подозреваемого и допрошен. В ходе судебного заседания владелец стратегии пояснил причины своих действий на посту руководителя фонда. Главным целью «Родные просторы» было исполнение требований в составе пенсионных резервов. Своды первого периода, что я исполнил. И сегодняшний день, если эти активы находятся на лицах, при ареках, мы должны мне, я готов к любому, скажу, обратно. По словам Пьянкова, он был вынужден поступить именно так. В противном случае, стратегию могли лишить лицензии еще осенью прошлого года. Поэтому я пошел на подлог, на самом деле, на эти эффективные сделки. Выполнился целью, что я надеялся, что я сумею реализовать эти активы для нового года и исправить эту ситуацию. К сожалению, та ситуация экономическая, которая была в стране с прошлого года, не позволила мне это сделать. Петра Пьянкова несколько дней назад сняли с должности гендиректора стратегии. Между тем, сам он считает себя единственным, кто может исправить ситуацию с минимальными потерями для вкладчиков. Я хочу помочь как можно быстрее ликвидировать аккуратно, грамотно, внесенный фонд стратегии с наименьшими экономическими и социальными пределами. Я 18 лет этот фонд создавал, уложил в него свою душу, и я понимаю, что лучше меня никто не сможет его грамотно разобрать. Защита и сам подозреваемый настаивали на домашнем аресте, но решение суда удовлетворило просьбу странное обвинение. Судья постановил подозреваемому Пьянку Петру Анатольевичу продлить срок задержания на срок не более 72 часов, то есть до 16 часов 7 апреля 2016 года.